Почти три десятка жилых домов в районе Холодной горы остались накануне без света. Местные жители рассказывают, электричество пропало около двух часов, в ночь с субботы на воскресенье. Сначала подумали, что это небольшой сбой, но уже утром увидели. Сразу на четырёх улицах счётчики, установленные на электроопорах, разбиты. Жена мне сказала, что нет электричества, я просто спал, у нас маленький ребёнок. Я подумал, что это какая-то, может быть, на линии какие-то проблемы, может, ещё что-то. Я думаю, ну давай подождём, там, минут 15-20. Ну, по истечении этого времени ничего не произошло. Ну, наверное, может быть, или поленились выйти на улицу, может быть, тумблер там думал, может быть, ещё что-то. Ну, думаю, ладно, утром. Утром в шесть часов я открываю калитку, выхожу и вижу такую ситуацию. Счётчика нет, автоматы все побитые. И вот это побито, что ли? А что уже? Вы думаете, тут только? Вот там вот ещё всё разбито. Ну, они фига себе. Подхожу к себе, а меня ещё спрашивают. А тебя хоть не разбили, может, на улице висит этот счётчик. Да нет, нормально. Подхожу. Ё-моё. Сразу после поступившего сообщения о ЧП, рассказывают энергетики, на место направили аварийную бригаду. В воскресенье были в срочном порядке проведены работы по восстановлению электропитания этих повреждённых приборов учёта. И уже в середине дня воскресенья эти люди оказались снова с электроэнергией. В общей сложности, говорят в Облэнерго, неизвестные повредили 29 приборов учёта. На улицах Семинарской, Новосёловской, Старо-Малоосновянской, по переулку Линейному. Из них 13 восстановлений уже не подлежали, были разбиты полностью. Около двух часов ночи один из нападавших попал на камеры видеонаблюдения, где видно, как он, одетый в спортивную куртку с капюшоном, предметом, похожим на биту, разбивает электросчётчики, которые установлены у нас в пластиковых антивандальных ящиках. По предварительным подсчётам, говорят, в компании нанесён ущерб на сумму в несколько десятков тысяч гривен. Место ЧП было осмотрено правоохранителями. Как сообщили в пресс-службе главного управления нацполиции в Харьковской области, данные внесены в единый журнал учёта правонарушений. Решается вопрос о квалификации события. Лариса Говина, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.